добрый день дорогие друзья у кого-то доброе утро добрый вечер а в общем если сказать доброго времени суток я извиняюсь что вчера не записала видео вот правда было некогда сегодня у нас гости по поводу дня рождения глебушки и вот вчера суета 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 весь день и вот весь день готовилась сегодня тоже самое и поэтому сегодня работ прям коротенькое видео запишу полезное с приятным совмещу и все сегодня сейчас мне нужно на салатик огурчики и помидорчики и я вам покажу нашу тепличку нашу тепличку вот полностью приусадебный участок я вам потом покажу а вот сегодня тепличку я вам скажу это святая святых нашего моего зятя потому что вот он полностью это его вотчина он сам там все копает все это садик пропалывает вот вот полностью все сам вот так от начала и до конца и даже мы туда в общем-то ну как редко когда заходим сегодня ему тоже некогда поэтому а нам надо поэтому мы пошли я вам попутно и покажу а так даже если допустим нам нужны огурчики помидорчики помидорчики там мы его просим принеси нам это он знает что там огурчик надо ему строго ножничками срезать каждый листик там что-то подрезает ну вот такой вот он очень много про это читает узнает вот и все поэтому мы не лезем чтобы если даже где-то что-то ну там не так то он это сам эксперимент стоит и строить поэтому ну и вообще и у каждого человека свое хобби я допустим отвлекаюсь кухней кулинарией а он увлекается очень увлекается своей тепличкой поэтому ну пойдемте попутно и покажу вам заходите к нам тепличку вот у нас на крючочке прям все висит висят ножнички что вы что вы мы вот ну никак нельзя как с огурцы рвать ручками поэтому мы берем ножнички ищем огурчики нам нужные нам сегодня разрешили самим вот вот это ведро постоянно она постоянно стоит ведро или обычно два у него здесь стоит ведра чтобы водичка была теплая поливает строго теплая водич у него здесь столько законов поэтому мы сюда действительно не лезем так я огурцы не вижу вот я огурцы не вижу вот очень странно я вот смотрю он пойдет ведро наберет я пойду два-три огурца я их не вижу они все зеленые все дальтоник я что я ничего не пойду так ну вот еще огурчик огурчиков у нас в этом году очень много очень много помидоры помидоры вот помидоры у нас всякие разные вот эти вот но нам чем они нравятся они мы сливки называем формы сливы и они очень такие вот твердые твердые вот они лежат мне кажется хоть три месяца будут и они мягкими не становятся поэтому весь сезон садит редиску и вот мы как начинаем с раннего раннего времени есть и вот заканчивается он еще подсаживается он еще а вот эти вот нас вот этими помидорами угостили рассаду нам дали несколько корешков вот вы не представляете вот уже на высоту всей теплицы помидоры огромный как дерево я ему говорю хорошо потолок да если бы потолка не было однако бы полезен по лесенке собирали вот эти помидоры вот такие вот они крупные такие вот действительно их так много но их так много за счет того что он как-то их там по своим всем вот этим статьям он их подрезает что-то там мой как он их посылку это вообще он очень много времени здесь проводит а вот это вот мы садили специально вот несколько кусок черри это вот на салатики кстати на сегодня чирики нужны эти на канапе делать но они должны быть маленькие а эти уже выбирали покрупнее так что а вот вот это сельдерей сельдерей мы тоже едим сейчас наберем и будем канапы вот уже крупненькие остались вот вот хороший а здесь уже много сельдерей он вообще повырезал обычно говорят среди сельдерей очень капризный и это там то примется то не примется ну и побольше рассады посадили он весь взял и взял и принялся весь думаю ну ничего себе он тут вырезал его вырезал но я на зиму наморозила его не знаю мы едим сельдерей многим он не нравится мы едим красненькие надо маленькие нам эти канапешки сегодня у нас гости не за ну как не родственники а в воскресенье приедут род но родственники какие собственно у нас родни очень очень мало приедут взять его родители приедут взять его родители значит дедушка с бабушкой гребушкины и приедут приедет сын мой семьей с детьми ну и вот будем с ними ой вот это вот базилик базилик но я его понемножку но я очень люблю а потом базилик если один листик есть на голодный желудок он очень очень полезный с утречка встаем и это очень полезно потом еще мы заметили что базилик у нас когда в огороде очень много было проблем и мы посадили базилик все жуки все сдыхают от него потому что у него такой запах многие называют да не выдерживают ядовитый запах а мне нравится это дело привычки ну все вот следующий раз я вам расскажу покажу участок свой а еще вам сейчас покажу беседочку где мы сегодня будем сидеть где мы будем принимать гостей гости наши несколько человек они все живут живут благоустроенных квартирах не хотят в доме сидеть не хотят у нас есть беседочка и вот хоть холодно хоть жарко хоть как они очень хотят сидеть беседочки поэтому пойдемте покажу вам беседочку ну вот наша беседочка вообще когда мы приехали сюда пять лет назад это был курятник мы сейчас и многим говорим что вы где уже что делаете где сидите в курятнике сидим вообще это был курятник вот и вот он курятник идет это сам был курятника вот это все был вольер и вот это все чистили 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 несколько там камазов вывозили за забетонировали все это вот всем если взять делал сам все своими руками делал и мы сделали вот из и самого курятника он сделал себе мастерскую потом его и вам покажу а вот здесь вот уже это беседочка вот она сетки от натянули такая стенка классная получилась тут клубничка у нас мы пытались здесь садить цветы но почему-то то ли тень то ли что плохо плохо цветы цвели они как-то больше тянулись даже вот это неприхотливая питунья она тянется и ничего путевого не получалось поэтому вот эти вот часы вот эти часы мы когда приехали это они на чердаке валялись все разбитые все вот такие и вот взять всю зиму и спустил всю зиму он их ремонтировал все и сейчас они часы с боем прекрасно идут и они у нас здесь постоянно на зиму на домах заносит там где-то в уголочке вешает чтобы их и не видно было я как по весне опять выносит сюда о флаг из какой-то старой наволочки это внук у меня воевать уже куда-то бегал не знаю с кем он воевал кому он сдавался ли кого плакал красный знамя отрывал не знаю это не все с отцом вытворяют вот ему что взбредет голову он папа но вот это вот точно взять прибивал это ну короче это не пока мы наверное ездили куда-то магазин это они по твоему устраивать с красным знаменем кто победил не знаю ну короче вот так и вот он щит и меч он пожалуйста вот эти вот все вот это все взять делает сам для внука вот люстру сам сделал сюда вот это вот обыкновенная баночки из под кофе он еще тогда где-то посмотрел это как его в интернете и это олечки говорит лёль давай вот такой кофе пить она говорит я не люблю такой он говорит а мне надо ну давай пить и вот они взялись пить вот этот кофе и вот сколько баночек ему понадобилось вот сделали люстру на цепи и повесил ну просто вообще знаете она очень оригинально кстати смотрится вечером это вообще красота она смотрит одна лампочка не горит она обалденно вечером смотрится просто богатей что смотрится в сделает он сам сам соображал вот ну вот как то так вот такая вот у нас беседочка вот тут мы будем сегодня принимать гостей поэтому дел сегодня у меня очень много но я вам обязательно покажу что и допустим приготовила я вам покажу потом что чем угощали гостей поэтому я на сегодня с вами прощаюсь а вот завтра я вам все покажу расскажу договорились поэтому я всем вам желаю доброго дня тем же вам желаю хорошего настроения мира в душе веры любви и подписывайтесь на мой канал давайте людям дружить всего вам доброго